Добрый день! Сегодня мы вновь в гостях у митрополита Калужского и Боровского Климента. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Мы находимся в издательском совете Русской Православной Церкви. Вы являетесь председателем издательского совета. Напомню также нашим председателям, что Владыка доктор исторических наук и ректор Калужской духовной семинарии. В прошлый раз мы с вами говорили, в связи с тем, что вы отмечаете юбилей 70-летия, мы решили поговорить о вашей жизни, о вашей судьбе. Я задал такой немножечко наивный вопрос, а как вообще стать из простого человека митрополитом? Вы ответили, что по воле Божией, и немножко рассказали нам о своем детстве в православной семье, о том, как вы сталкивались с какими-то проблемами, связанными в школе, ну, в советской школе, о вашей юности, о том, как вы поступили в Московскую духовную семинарию. Хотелось бы продолжить этот разговор. После семинария была Московская духовная академия, потом вы получили священнический сан, потом были диссертации, потом была работа за рубежом. Вот давайте продолжим вот с того момента, когда вы уже попали в Московскую духовную академию. Ну, я, до меня поступил старший брат, потом второй брат, я приезжал в академию, когда был в лавре, и уже когда братья поступили в академию, для нас академия стала ближе. Я скажу, раньше мы приезжали, когда в лавру, вот мы с мамой все приезжали, мы ночевали в трапезном храме. Когда братья поступили, то мы уже считали, что они, ну, как братья старшие, должны помочь нам. И они нас брали и устраивали ночевать в академии. Я это к чему говорю? То, что уже как-то в академической жизни я находился. Но только на короткие периоды. И вот когда я поступил в семинарию, вообще было непросто поступить. Я не служил в армии. Я пришел подавать документы. Я очень желал поступить как раз в это время в академию, в семинарию. Мне в канцелярии ответили, раз военного билета нет, нету, мы принять тебя не можем. А вот как? Да. А со мной был брат. Мы все так и расстроены были. И тут идет владыка Филарет, епископ Филарет Вахрамеев, епископ Дмитровский. Он был ректором Московской духовной семинарии, академии. Он увидел, когда меня... О, и третий Копалин приехал. Поступать решил? Я говорю, да, но документы не берут в армию, не слушают. Подавай, поступишь, будешь учиться. И по его слову, меня зачислили сразу на второй курсе семинарии. Вот. Правда, через два месяца забрали в армию. Но два года пролетели незаметно. И Господь помог. Я служил в части, которая дислоцировалась в лесу. И меня, как я только приехал туда, вот прошел этот карантин, как говорится, армейский, на пять месяцев направили на точку. То есть в самый лес, где нас было 8-10 человек. Солдат, офицер же был, отдельно находился в отдельном помещении, а мы 8-10 человек жили там. Наша задача была ходить, охранять. В случае чего мы, когда есть какие-то военные действия, мы имели свою точку, должны там разворачивать ее. Это первая группа оперативного действия. Нам давалось срок, чтобы через 15 минут наш... Все заработало. Да, уже готово к взлету было. Вот. К действиям. В любое время суток, в любую погоду и так далее. А так ходите, охраняйте. И вот я ходил, километр, наверное, вот круг, километра 3 было. И вот я ходил, охранял, и все. А душа была в лавре. Я с удовольствием ходил. Когда кто-то заболеет, спросит меня, владыка, то есть не владыка тогда, Герой, ты не подменишь меня? Я говорю, пойду. Чем сидеть в этом помещении, там у них у нас отдельная спальня, отдельная трапезная, отдельная комната, отдыха было все. Да лучше ходить по природе. Зимой в тулуп одену, валенки, иду, и поют царица моя, преплагательная. Какой скажешь, трапезная в советской армии. Хорошо сказано. Да. А делать нечем было так. И ночью ходили по этому кругу 3 километра. И ночью дежурили. А я ходил и любовался. Какой премудрый Господь. Такой создал мир. Идешь вот, летом солнце встает, лес весь оживает, столько птичек там было, все это. И видели, и там лоси ходили, и тогда заяцы бегали. Но мы стрелять не могли, потому что все это на учете было. Но и наслаждался этой красотой природы. Вот. И все время я, вот когда видел лес, и окружающий мир, природу, я все задаюсь, как мудро все это устроено. Возьмите деревья. Такой разнообразный мир. Деревья, растительность всей. И они не враждуют, они живут. Друг другу помогают. Посмотреть на звезды, на Луну. Просто вот прелесть. Вот я как раз два года, так и созерцание мира, в молитве и провел там. Я говорю, Господь как-то сделал. Я уже об этом вспоминал, когда был здесь. В Калугу у нас начин приехал, я побывал в Тихоновой пустыне. Преподобный Тихон ушел в лес тоже молиться. А там меня направили в армию. Не в городе служить, не где-то. А я вот из двух лет, я где-то, наверное, это 24 месяца, 14 месяцев провел в лесу. Сейчас было паломничество в армию. Фактически. А где-то полтора месяца отпуска было. Отпуск и плюс нам давали еще такой увольнительный на двое суток. А я служил под Серпуховом. Я мог, так как Москва и Подмосковье разрешалось в пределах Московской области съездить домой. И я поеду домой, переоденусь и еду в Лавру. Я каждый месяц, в два месяца раз, если не находился на дежурстве, приезжал и посещал Лавру. Поэтому связь с Академией не прерывалась. Я там навещу своих однокурсников, одноклассников, как они учатся. Я побываю в преподобном, помолюсь к духовнику, приду. То есть вот это, вот так я провел. А когда вернулся, я взялся за учебу. Правда, я и там занимался. В армии нельзя было иметь ни Евангелие, ни Библии, никаких духовных книг. Но я там прочитал всего Достоевского, всего Гоголя. Я занимался там. Если не на дежурстве, то я брал и читал. Особое внимание уделил чтению. Вот там я начал читать и «Историю России» Соловьева. Тоже интересную. Это светская книга «История России». Я начал читать это. Там только смог один том прочитать. Я уже по следствии прочитал всего Соловьева. Армия прилетела быстро. А вернулся в семинарию. Я незаметно окончил и семинарию, и академию. И написал. Взял себе специальную работу, диссертационную тему для работы. Духовный ублик и поведение пастыря. То есть пастырскую тему. Каким же должен быть священник? Потому что стать священником это мечта была моего детства. Я вспоминаю, как мы с Владыкой Дмитрием, младшим братом, мы после службы придем, возьмем, мам, можно платок твой заберем? А если он заберет тебя, мам, а можно эту скатерть? Мы делали как филонь и ходили, как будто в храме совершаем службу. Поем чего-то, из чего-то сделаем из консервной банки, как кадила, даже веревочки привяжем, уголек положим. У нас печка была, поэтому уголек можно положить. Ладана не было, а мы смолы, сосны, немножко так кусочек отколем и кладем. И вот мы как бы дома продолжали это служение. А когда вот здесь уже в семинаре учился, я серьезно стал готовиться к служению в церкви и после ехали. А вы предполагали стать монахом, или это в какой-то момент было принято решение? Нет. Как это происходило, и как вы получили имя священному ученика Климента, епископа Римского? А это уже не моя воля была, как мне дали. У меня с детства было желание стать монахом, потому что мы ездили, и я видел монахов. Да, вы рассказывали, это потрясающее общение с монашечками, в том, что Сергий Волонович. И когда я поступил в семинарию, я даже хотел, думаю, ему от монаха, прямого монашечка меня в армию не возьмут. Я пришел к духовнику и спросил, вот если я монашечка сейчас приму, меня в армию не возьмут, заберут, ты учись. После армии я где-то в конце, через год я тоже обратился, просил, чтобы принять монашество. Мне посоветовал и ректор академии, и духовник. Станешь монахом, тебе будет трудно учиться, потому что поступишь в братью, там есть послушание, надо приходить на братский молебен, надо будет на службе, там череду нести, когда понамарить, когда служить и так далее. Ты лучше учись. Я где-то на втором курсе академии обратился к руководству в семинарии академии, чтобы благословили принять монашество. Тогда я близок был к проректору, архимандриту Александру Тимофееву, он впоследствии епископа, архиепископ был саратовский. Он мне посоветовал, ты знаешь, ты напиши диссертацию, ты хорошо поработай, а потом примешь монашество. Я послушался хорошо, и третий-четвертый курс закончил академию, написал диссертацию, и после этого был пострижен монашество. Я сразу написал прошение о постриге, но определили день, 7 декабря пострига, и есть практика у нас в церкви, либо называют по первой букве имени, дают в монашестве имя, допустим, Геннадий могут дать, Герман, Герасим, Георгий и так далее, либо по святому память, которую он на следующий день. Меня 7 декабря постригали, а 8 день памяти священномученика Климента Римского. И постригающий архимандрит Александр дал мне его имя. Восприемником у меня был архимандрит Кирилл Павлов. Я вот после того, как отца Тихона Агрикова его просто выгнали из Лавры за его духовность, за его подвижничество, за то, что к нему шла молодежь. Его устроили такую компанию, что его изжили из Лавры. Я уже исповелся. То есть, Сергей даже иногда ему приходилось, основателем Лавры, тоже ему приходилось уходить из монастыря. Да. Это такая известная ситуация. Вот. В начале был архимандрит Варнава, архимандрит Варнава потом стал епископом. То я у отца Кирилла Павлова исповедовался. Когда не было отца Кирилла Павлова у отца Наума. Это были темы люди, с кем я духовно советовался. Вот. И отец Кирилл приводил меня, проводил исповедь перед рукоположением. Вот. И после академии я оставлен был преподавать. И преподавал я там историю поместных православных церквей. И интересно, что вот так, как бы судьба, Господь так, это промысел Божий. Мне дали этот предмет. И одна из церквей, которую я преподавал, это православная церковь в Америке. И по своей натуре я не хотел идти по конспекту. Я искал материалы. Если по другим церквам, по болгарской, по сербской церкви, по константинопольской церкви можно найти было материалы и в девальсионных изданиях, то о православии в Америке – это молодая церковь. Православная церковь в Америке получила свою независимость. Томос в 1970 году. Материалов было мало. Была единственная работа профессора, доктора Константина Ефимовича Скурата. Но он писал под революционным изданием, а в современном периоде он написал по журналам московской патриархии и другим публикациям. Тогда интернета не было. И его работа была слабая. И когда я приехал в Америку, то я увидел, какой интересный пласт материала хранится там, в архивах. Я стал ездить по истории именно православия в Америке. Я был в архиве Библиотеки Конгресса, я был на Аляске, чтобы лучше узнать эту историю. Почему? Это 150-200 лет назад наши предки принесли туда цивилизацию. Наши предки дали азбуку. Наши предки познакомились с Евангелием. Они людей научили. И сейчас алиуты, эскимосы, индейцы, тлинкиты и другие народности на Аляске, они говорят, наша вера русская. А говорят, во мне течет русская кровь, я православный человек. Они спокойно, ребенок, 8-9 лет, прочитает на славянском языке молитву «Отче наш». Они сохранили свой и алиутский, и эскимосский язык, и тлинкитский язык, который составил святитель Иннокентий. Но меня, вот изучая Аляску, история православия там, поразил подвиг наших миссионеров. Поразила их вера. Они оставляли все. Они с маленькими, вот взять святитель Иннокентий, молодой священник, Иоанн Вениаминов, берет своих детей, жену, мать-старушку, и едут в неизвестную землю. Это сейчас мы представляем, что и Аляска, что такое Аляска, что такое Америка и так далее. Есть телевизор, радио, интернет, смартфон, и все мы можем узнать моментально о любом городе. Также по смартфону можно включиться и напрямую видеть, что там происходит. Какая погода, да, климат. Какая погода, какие дороги, как добираться будем, сколько часов лететь, какой класс, там авто, самолюб. В каком языке говорят вообще. Да. А тогда ничего неизвестного. Да, да. Это в никуда, это на крае земли. Да, ехали туда. Просто люди, это подвижники. Вонахи из благоустроенных, скажу, монастырей, уезжали туда. Священники с приходом, где все, просто служи, как говорится, и народ тебя будет на руках носить. Нет. Есть благословения, едут, и не спрашивали, а сколько платить будут. А какая квартира будет. Как я буду добираться от дома до прихода. Святитель Иннокентий ездил в собачьих упряжках. По несколько дней был в пути. А ночевал прямо в тундре. И никогда не роптал. Правда, он в конце жизни уже, когда, будучи митингом, московским, написал. Я ездил по таким юделям, что сейчас аж, сейчас, когда нахожусь у камина и пью чай, по телу мурашки. Мурашки. То есть, а он ехал. Да, надо, все, ехал. Освятитель, точнее, епископ Иосаф погиб там. Разбился корабль, на котором он плыл. Правда, Икану, ведь это же другая страница, совершенно иная, интересная страница в вашей жизни. Потому что вы стали веками архиереем в Канаде и в США. Да. И потом уже столкнулись с этим сами. Интересно увидеть, я там больше узнал о святителе Тихоне, патриархе московском. О наших подвижниках, которые там жили. Преподобный Герман Аляскинский. Интересный случай про святителя Тихона. Он ехал как-то в Канаде на приход. И ему сопровождающие сказали, он говорит, сколько ехать, столько-то. А где остановимся? У гостиницы Тридуба. Приехали, речку стали переправлять, переправляться через речку. Распрягали лошадей, чтобы напоить их. А святитель тогда, епископ Тихон, пошел прогулялся туда и назад. Возвращается и спрашивает, а далеко еще до гостиницы? А ему говорят, да вот, Тридуба стоят, вот гостиницы. И прямо там ночевал. Какая жертвенность была ради того, чтобы только помочь людям донести Евангелие. Вот это пример для нас сегодняшних. И не только священников, вообще и россиян. Как любить Родину надо. А я приведу такой еще пример. Взять Шелихов. Совершил поездку, где-то 8 лет жил на Аляске. Первый такой основательный, кто осваивал Аляску. Вернулся в Петербург. Пришел к Екатерине Второй. Говорит, я преподношу к вашим ногам эти земли. Он ради России работал. Во вторую поездку поехал, пока организовал он и скончался в Иркутске. И всю жизнь отдал этому делу присоединить Аляску к России. Потому что после Шелихова поселения стали там создаваться. И местные жители осознали, что они принадлежат России. Часть России. Я должен обязательно зачитать одну вещь. Название вашей докторской диссертации. Русская православная церковь и освоение Тихоокеанского севера в 18-19 веках. Вы выпустили еще некоторое количество книг, посвященных этой теме. Вы непосредственно там были архиереем, который руководил местными, так сказать, христианами. Я скажу, я был на Аляске, я видел там, я поразился подвигом наших миссионеров. И Америка вообще, и Центральная Америка, где Штаты, Соединенные Штаты, я имею в виду, эти основные наши приходы, тоже. Ведь они были организованы при епископе Николае, при епископе Иоанне, при святителе Тихоне. Это ведь тоже был большой подвиг. И люди там вот сохраняют до сегодняшнего дня православие. А вот Господь так допустил, что вот именно, даже вот после революции, кто уехал, они познакомили жителей и самой Америки, и других стран с богатством, красотой, духовностью, православия. Вот я скажу, американский период для меня очень важен в понимании истории самой церкви. Американский период в вашей жизни, вы имеете в виду? Моей жизни, да. Американский период моего служения. Я много увидел там. И увидел, в чем-то я разочаровался. В чем-то я разочаровался, как влияние вот этого американизма, или точнее, что такое американизм, или западный стиль жизни, где человек в основу ставит обретение благ. И чем больше он земных благ получает, тем более он счастлив. Но это против Евангелия. Они имеют Евангелие. Там большинство христиане, 80-90% христиане, но дух Евангелия они не сохранили. А ведь Евангелие – это не слово, Евангелие – это сам дух. Вот именно Господь через Евангелие учит, как мы должны жить, как мы должны относиться ко всему, что происходит вокруг нас. И в самих нас. Вот я мне, Америка, скажу, это вообще религиозная страна. Это религиозная. Большой процент американцев посещают в воскресенье обязательно храм. Свои храмы, протестантские храмы, кирхи, костелы и так далее. И очень много там их. Вот. Но сама ментальность, ментальность американская, вот эта американская, в чем заключается, ставит на первое место свои потребности. Обретение вот этих благ жизни. Удовлетворить потребности. Да, чувствительность свою. Владыка, я предлагаю продолжить нашу беседу в следующей программе, потому что время неумолимо подходит к концу. И очень интересный рассказ, потому что все, что касается вашего, как вы говорите, американского периода, связано с вашими очень серьезными трудами, которые вы опубликовали, монографии и так далее. Предлагаю поговорить потом, в дальнейшем уже, когда вы стали митрополитом. И мне кажется, что для телезрителей будет очень интересно. И от имени всего телеканала «Союз» еще раз поздравляю вас с вашим юбилеем. И надеемся, что в ближайшее время мы еще раз увидимся и продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях у председателя издательского совета Русской Православной Церкви, митрополита Климента, Калужского и Боровского, доктора исторических наук, ректора Калужской духовной семинарии. Спасибо вам большое. Спасибо. Храни вас всех, Господь. Спасибо.